Добрый вечер! Вы смотрите итоговый выпуск программы Телемикс Новости в студии Ольга Муравьёва. Сегодня в эфире. Добрый вечер! Добрый вечер! Ремонт двора на Ленина 126 окончательно завершился. Теперь здесь новая детская площадка и свежий асфальт. К слову, дорога во дворе стала основной проблемой во время обновления всей территории. Сложности возникли с отведением воды, потому что рядом прилегающих ливневок нет, воду отвезти, соответственно, некуда. Поэтому приходилось с уклонами к дороге делать так, профиль дороги, соответственно, делать так, чтобы вода уходила естественным потоком на соседние улицы. Также подрядчик заасфальтировал межквартальный участок дороги, который не входил в план работы. Но на протяжении десятилетий доставлял большое неудобство жителям. Не только дома Ленина 126, но и тем, что стоят рядом. Из-за огромной ямы невозможно было подойти к мусорным бакам. Мы вынуждены были совместно с другими дворами подсыпать щебнем, чтобы уже избежать каких-то луж, больших ям. К тому же здесь мусоровозы достаточно тяжелые сюда продавлены. Ну и рядом здесь спортивная площадка. Каждый раз вот эти вот приезды, они было тяжело смотреть на дорогу и на все это. В этот день специальная комиссия осмотрела ход работ еще на семи придомовых территориях. Так, например, асфальт укладывают на Владшоссе 111 и 111Б. Здесь также появились урны и лавочки. А на Короленко 21 и 23 установили новую, яркую и многофункциональную детскую площадку. На всех дворовых территориях работы выполнены прекрасно. С подрядчиком исправились. Что добавляет в копилочку нашего города еще восемь вспомненных дворовых территорий. В целом в этом году обновят 32 придомовые территории Уссуриска. По краевой программе 1000 дворов и 48 по федеральной 1000 дворов Дальнего Востока. Однако в администрации округа отмечают, что около 30% жителей, чьи дома приняли участие в программах по улучшению дворовых территорий, не до конца довольны работами подрядчиков. Однако вины исполнителей работ тут нет. Просто горожане не всегда верно излагают суть замысла своего проекта. Кристина Бабчук, Николай Ларченко, Тельмикс. Новые фонари уличного освещения установили на участке улицы Дарвина. Работы были выполнены по поручению главы округа после встречи с жителями улицы. На месте побывала и наша съемочная группа. Начало работ по благоустройству на улице Дарвина положено. Теперь участок этой грунтовки хорошо виден пешеходам и автомобилистам круглые сутки. Шесть фонарей уличного освещения установили на дороге. Я хочу, во-первых, поблагодарить администрацию за то, что все-таки нам оказали внимание по поводу наших проблем. Ну, значит, уже сделали, вот начало работы уже, видать, что сделали свет, провели свет. Работы по приведению в порядок дороги были начаты по результатам встречи главы округа с жителями микрорайона. Евгений Корж обсудил текущие вопросы и поручил незамедлительно справиться с проблемами, которые доставляют людям наибольшее неудобство. Когда в августе уже должно быть освещение висит? После установки фонарей освещения на грунтовке будет сделан ремонт дорожного полотна. Меж тем, сама дорога и прилегающие улицы находятся на крутом склоне сопки. На данный момент решаются вопросы по благоустройству территории. Евгений Михайлов, Николай Ларченко, Телемикс. Изменения ждут пункты пропуска в Приморье. Один погранпереход подрядчики реконструируют. На других планируется возведение новых объектов. Все стройки посетила специальная комиссия во главе с губернатором края Олегом Кожемяка. За сутки пункт пропуска Краскина обслуживает 90 машин. Но после модернизации показатель увеличился на треть. Об этом сообщили губернатору края строители. В проекте оборудовать дополнительную полосу, полностью переделать места контрольных органов, изменить внешний вид, провести благоустройство. И не только этот объект преобразится. При введении нормативного состояния это Турирог, Краскина, Полтавка и Пограничный. То есть определим мероприятие, которое необходимо сейчас в кратчайшие сроки реализовать. Опять же, деньгами все это подкреплено, финансирование обеспечено. Запущена и реконструкция недостроев Краскина. Работы здесь начинали 10 лет назад, но заморозили. Сейчас уже скорректировали проект. В следующем году строители зайдут на объект. А в 2024-м пункт пропуска сдадут в эксплуатацию. Это позволит увеличить пропускную мощность погранперехода в 8,5 раз. Со своей стороны мы сейчас примем меры к тому, что где-то, может быть, сделаем объездную дорогу. Продолжим работы, связанные с предоставлением площадок под стоянки непосредственно автомобилей, с тем, чтобы они стояли на дорогах. Новые объекты появятся в Марково и Пограничном. Завершить работы по их строительству и реконструкции действующих погранпереходов обещают до 2025 года. Виктория Калинина, Анна Клыга, Телемикс. Помогать людям и зарабатывать деньги. Социальные предприниматели Приморья проходят обучение. Один из уроков сделали вне офиса у представителя такого бизнеса в историческом парке под Уссуриском. Небольшой курс по продажам прослушали и мои коллеги. Виктория Калинина, Анна Клыга, Телемикс. Бесплатный курс. Если раньше, допустим, я ходил, учился, то есть нам разжевывали все это, то здесь просто уже дают готовые рецепты, которые просто берешь и глотаешь, которые сразу можно применять. То есть не надо особо, грубо говоря, задумываться, а то есть просто вот эти вот, то есть с практической точки зрения, с примерами, то есть просто берешь это все и применяешь, как говорится, и в жизни. Стартовала программа 23 июня. Каждую неделю руководители предприятий уделяют день для очного обучения. Один из таких уроков прошел в историческом парке, который тоже носит статус социальной организации. Руководитель делился опытом ведения дела, которое живет уже 11 лет. Но перед началом обучения эксперты разобрали бизнес всех участников курса. Был сделан аудит бизнеса каждого, дать основы построения и развития бизнеса, дать основы управления, основы финансов, основы налогообложения, основы маркетинга, продаж и так далее. То есть мы рассматриваем все области бизнеса, даем их в системе, то есть такой скелет построения организации для того, чтобы отстроили свои компании, построили планы развития. Спикерами выступают ведущие краевые и федеральные коучи. В Уссурийске ученикам-предпринимателям рассказали, как писать продающие тексты. При этом дали не только теорию, но и помогли применить знания на практике. После лекции всегда мастер-класс по теме. Следующее занятие пройдет в четверг, 18 августа. Сам обучающий модуль рассчитан на полгода. Виктория Калинина, Наталья Зайцева, Алексей Максимов, Телемикс. Впереди вас ждет короткая реклама. Не переключайтесь, далее в эфире. Чисто там, где метут. Центр города отмывают от голубиного помета. Малина в почете. День варенья из этой ягоды отмечают дачники. Лучший городошник. 13 спортсменов боролись за звание. Александровские высоты. Это сочетание комфорта и современности. Первый из трех домов уже введен в эксплуатацию. Сдача второго дома уже в сентябре. Успейте купить квартиру по выгодной цене. Подходит под дальневосточную ипотеку. Улица Выгодная, 12, офис 1. Телефон 33 75 75. День варенья из этой ягоды отмечают дачники. 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 Снова в школу с FixPrice. Точилка механическая 265 рублей. Тетрадь общая 75 рублей. Набор гелевых ручек 85 рублей. FixPrice. На все низкая цена. Ленинградская 21, Калинина 25 и Чичерина 105. Ярмарка мебели представляет Матрасы и кровати от Термотек Это для папы А это для мамы А это для меня Ярмарка мебели город Уссуриск Тихменева 8 Компания Теплолайн Теплые полы, котлы отопления, водонагреватели, трубы и фитинги Монтаж автономных систем отопления, водоснабжения и бассейнов Индивидуальный подход к каждому клиенту Оборудование в наличии и под заказ Теплолайн, дарить тепло, привилегия сильных Октябрьская, 133 Телефон 371653 320268 Миротворец, это магазин спецодежды для всей семьи Большой ассортимент экипировки под разные задачи Взрослые и детские костюмы от 2690 рублей Куртки и брюки от 1590 рублей Ботинки, кроссовки от 4490 рублей И еще много всего интересного Спешите, количество товаров ограничено Миротворец, Советская, 25 Спасибо за новые знания Весь август в магазинах Азбука мебели Скидки до 30% на мебель к школе и домашний офис Азбука мебели Больше, чем мебель Целые горы старых детских игрушек Знакомо? А если не покупать, а брать их в прокат Это выгоднее Качалки, ходунки, игрушки, игровые комплексы Все для детей от рождения А также тренажеры для мам Ищи сайт и телеграм-канал Прокат игрушек Левушка Доставим по городу бесплатно Вы смотрите итоговый выпуск Программы Телемикс Новости Продолжаем Брусчатку и тротуары моют в центре города Жители Уссуриска кормят пернатых А бригаде рабочих ежемесячно летом Приходится убирать территорию от помета голубей Подробности в сюжете Вот так моют тротуар у фонтана Около кинотеатра от голубинного помета В летний период бригада рабочих Убирает места отдыха в Уссурийске Обычной водой невозможно вымыть брусчатку Поэтому приходится применять керхер Щетки и моющие средства У двух объектов производится у нас Мытье брусчатки Это территория шахматного клуба И бульвар Плеханово Так как это места исторического скопления голубей На территории Циевского городского округа Мы производим там мытье Брусчатки с периодичностью один месяц Излюбленных мест обитания голубей в городе много Основные это аллея на улице Плеханово Фонтаны, кинотеатры и центральная площадь Об опасности, которые могут представлять Эти пернатые знают немногие И поэтому с легким сердцем дают зерна с рук Ловят и позволяют играть с ними своим маленьким детям Голубь птица мира Они очень милые Их можно на площади кормить хлебом Конечно, птица мира А в чем она вредит? То, что она там где-то гадит Да, она вряд ли А тем временем эта птица Переносчик инфекций Орнитоза, сальмонолеза и птичьего гриппа Голуби, а это же разносчики инфекции И символ мира Это еще с давних времен Это вредители Почему? Потому что заразу Так же, как крыса разносит Те же самые Ну и все А мирного я в нем ничего не вижу Еще одно излюбленное место обитания птиц Скульптуры и памятники города Регулярно службы города моют эти объекты И, кстати, средства, которые используют для уборки Никак не вредят здоровью людей и животных А вот за рубежом, например, в Лондоне и Вене Давно принят закон о запрете кормления голубей Евгений Михайлов, Кристина Бабчук, Николай Ларченко, Телемикс Сегодня отмечается День малинового варенья Жители Оргой выращивают разные сорта вкусной и полезной ягоды В своих садах и на дачных участках Рецептами приготовления сладкого продукта Поделились с нашей съемочной группой Вкус знакомый с детства В русских пословицах, поговорках, сказках и песнях Эта ягода и варенье из нее всегда упоминаются Как что-то приятное и желанное Не зря даже поговорка есть Не жизнь, а малина Впрочем, варенье привечает Не одной лишь сладостью Пусть выпьет аспирина 12 порошков Запьет чайком с малиной И будет он здоров В народной медицине с давних времен малиновое варенье Всегда широко использовалось Потому как обладает противовоспалительными, противопростудными и всякими прочими полезными свойствами На садовых участках горожан в малине всегда есть место Кто-то собирает ягоду для еды в свежем виде А кто-то делает запасы варенья на зиму Приготовить этот десерт совсем не сложно Рецепт приготовления маринового варенья Он очень прост Собрала ягодку, помыла, немножко просушила На ночь засыпала сахарком Малина опускает сок Потом, значит, немножко Первый раз бы как бы привариваю малинку Почему? Чтобы она как бы не забродила В зависимости от сорта С одного куста малины можно собрать до 9 килограммов ягоды Отдельные виды дают два урожая в год Собирать ее можно до наступления заморозков Варенье будет отличным дополнением к блинам Начинкой для пирогов И просто для чаепития Евгений Михайлов, Николай Ларченко, Телемикс Лучшего городошника выбрали в Уссурийске 13 спортсменов претендовали на это звание В каком формате соперничали участники Расскажем в следующем сюжете Открытое первенство Уссурийска Собрало 13 спортсменов на городском стадионе Именно здесь базируется специализированная площадка для игры В этот раз участники соперничали в личном чемпионате Два тура ждали участников соревнований В каждом городошнике выбирали по 15 фигур Кто задействует в партии, наименьшее число бит победил На России играет максимально 16 бит 16 бит на 15 фигур Вот так Чемпион России играет А наши? Ну наши, ну что мы наши? У нас мы играем на уровне КМС У нас в спорте 4 человека в Уссурийской КМС Новую фигуру спортсмен всегда выбивал с кона Если хотя бы один из пяти городков разбил Передвигаешься на ближнюю позицию Несложные правила, мало затрат позволяют начинающим игрокам Пополнять ряды спортсменов в любом возрасте Чем-то надо заниматься спортом Другим спортом уже все тяжело Уже 65 лет Куда? Другим спортом уже не пойдет играть Валерий попробовал городки 4 года назад Но сразу дала знать о себе травма плеча Последние полтора года активных тренировок принесли плоды Валерий Межейник стал чемпионом открытого первенства у Сурийска по городошному спорту Виктория Калинина, Наталья Зайцева, Игорь Антонов, Телемикс Это все новости на сегодня Напомню, что сюжеты можно найти на нашем сайте телемикс.тв И в других социальных сетях Этим вечером в студии работала Ольга Муравьева До свидания А в 21.00 не пропустите на нашем канале художественный фильм «Гипсомния» Это вообще может быть неизлечимое заболевание Фатальная семейная бессонница Как-то так из-за нехватки сна мой мозг Медленно превращается в кашу Ты умираешь Медленно Привет Привет Как спалось? Хорошо Ничего не снилось? Послушайте Только что из моего кабинета вышел молодой человек Он уверял, что он ваш муж Гер Кофлер Бросьте оружие, или мы будем стрелять Смерть Это всегда новое начало Страдающий бессонницей герой Обнаруживает себя в чужом теле Интригующий триллер «Гипсомния» 16 августа в 21.00 на канале Телемикс Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова